youtube польза нет и сейчас будет на sony fx3 со стабилизатором попытка ночью прогуляться по турции ночь sony fx3 автоматический режим родовские микрофоны это максимально обычная улочка в анталии здесь все выключено но освещение в принципе хватает свет теплый будем выдвигаться в первую очередь куда с вами правильно в клубы и на набережную на набережной будет все цвет блеск красота если брать саму улицу то разумеется минимальное движение уже в 12 часов ночи и разумеется фактически никакого движа здесь нет уже прохладненько все тихо и к слову если вы допустим со стабилизатором решите пробежаться вот так у вас будет снимать картинка это к первой пешей улице подхожу здесь разумеется минарет виднеется мечети практически везде как и в стамбуле в подобной ночной кафешке реально поесть получается где-то до 12 часов 50 лир какая-нибудь шаверма довольно большая плюс что-нибудь попить из разряда кока-колы или воды алкоголя здесь кстати не встречал в таких местах и вот это первая пешая улочка опять же сейчас вы увидите ее полностью она идет к марк анталии одному из двух самых крупных центров торговых и если брать улицу то она идет примерно еще наверно метров 500 а потом уже начинается обычная улочка и если опять же брать вариант прогулки то практически всегда здесь находится как какая-нибудь полицейская машина которую к сожалению сегодня нет но вполне возможно это потому что ноябрь и уже намного меньше здесь приезжих туристов и вот такие кафешки большинство из них вообще при маленьких отелях работают фактически 24 на 7 но здесь уже есть и коктейль и алкоголь вот к слову про полицию вспоминал вот полиция плюс на центральной улице полисмены практически всегда курсируют и это тоже к слову мотоцикл полицейских такие они здесь крутые ночь видите в автомате и с родами камера работает даже очень неплохо хотя по мне он ее чуть колбасит конечно к слову такси уже практически полный год как почти все кроме стамбульских работают по таксометру и это более-менее адекватный ценник высадитесь 10 лир это 40 рублей за посадку а потом идет по километражу если брать от одного торгового центра до другого который находится там в районе трех километров выходит в районе 70 лир на рубли на 37 можете умножать то есть в районе 250 рублей более чем адекватный ценник даже по нашим меркам вот это трамвайные пути и трамвайные станции для трамвайных станций приходится карточки покупать вот там вот в штуковине под названием анталия вы покупаете пластик и покупаете проезд пластик стоит 15 лир проезд стоит около 8 лир более чем адекватно то есть за получается утрированную 30 рублей вы имеете возможность кататься практически по всему городу метро из стамбуле в анталии метро нет это один из самых крутых и крупных торговых центров здесь марк анталия самое веселое здесь старбакс старбаксе на первом этаже стабильно очередь здесь заба забором самая крупная мещать вот на таких вот табуретках очень много людей катается при том везде чаще всего даже на пешеходке и вот там прямо самая самая главная пешеходная улица при том что там тусят в основном даже не иностранцы а местные адекватные ценники на золото на обмен валюты и 24 на 7 вот там толпа которую вы видите это люди которые благополучным образом постоянно играют в лотерею вот там они стоят и стабильно стирают свою выигрышную штуковину вот так выглядит улочка которая максимально оживлена в течение дня и максимально тихая ночью если идти по ней то как раз прошлый мой ролик был не в автомате для видео с просто сумасшедшим и со напоминаю что это sony fx3 и сейчас она на стабе сейчас родовские микрофоны работают так вот днем я показывал куда эта улица ведет она ведет к старому городу куда мы к слову и держим путь если брать ценники и обменники все остальное здесь то я бы сказал что здесь адекватные прайсы не скажу что здесь какие-то космические стоимости чего-то там вот единственное турксел это один из операторов сотовой связи дешевле конечно подключаться не в таких районах а проходить на метров пятьсотных по каким-нибудь улочкам местным и там будет два раза дешевле даже для иностранцев напоминаю что я допустим подключался за 700 лир 50 гигабайт интернета местным это будет стоить 160 лир а если пройтись по маленькой какой-нибудь мрачной улице то можно где-то за 300 лир будучи туристом тоже подключиться если брать бренды разумеется здесь родной турецкий коллинз если брать обменники то в самой серединке вот там допустим ближе к центру этой улице есть два великолепных обменника с лучшим курсом для рублей потому что по баксом здесь сначала первые три недели пока был был великолепный курс сейчас почему-то великолепный курс на рубли но самое выгодно вводить через крипту я этого не делал либо выводить через корону через родной почта банк местный то есть вы в отделении почты можете прийти и переводя рубли себе как раз через почту вы получите самый лучший курс даже лучше чем налом в обменнике вот за этими телефонными бунтками самое центральное из центральных местных кафе в котором вам за счет в 150 лир во всяком случае мне так везло один раз из двух предложили 100 дать 100 лир на чай я конечно очумело разумеется не дал хотя не первый раз турция такой наглости еще не встречал но вот такое вот место еще из-за неплохих мест здесь разумеется вот здесь два обменника это раз и по правую сторону два напротив у них лучший курс на рубли работают конечно же днем выходные курс намного хуже вечером курс намного хуже в ночной прогулке есть определенные плюсы основной плюс разумеется то что не так много людей минус разумеется в том что не особо это все дело супер мега безопасно насколько безопасно решать всегда вам я бы никому не советовал нигде ночью гулять мира не в россии не тем более в турции вот она прелестная площадь сейчас я попробую выдвинуться в сторону клубов не уверен что они работают но может быть и сама одна из самых больших мечетей здесь здесь в основном кстати находится полиция но почему-то и и сейчас здесь не вижу зато есть такси такси и великая ужасную надпись с которой все разумеется фотографируются и которую почему-то убрали волком туанталия очень странные дела она только вчера здесь была на этой маленькой площади вот там еще один минарет виднеется если двигаться направо выходишь к воде если двигаться налево попадаешь на злачную улицу насколько она злачная с воскресенья на понедельник я сейчас проверю но что-то мне подсказывает что все равно там что-то доработает что туристы все равно едут но в целом когда был вчера в этом месте здесь было просто бешеное количество людей был правда выходной а сегодня я думал что здесь как на дунской каждый день веселье но видите мало того что почти все двери закрыты так еще и людей практически нет встретилась мне может быть суммарно человек 15 в легком подпитом состоянии а так очень странные дела вот эта вся улица была вчера забиты людьми под завязку то есть сложно было пройти но может быть оно и хорошо я бы остался без камеры скорее всего либо без оптики а сегодня видите как все максимально интимно вот он хоть какой-то движ здесь но опять же это все до такой степени локально по сравнению с тем что было так стабилизатор сходит слегка с ума но в целом если ему помочь вы видите улочку видите что здесь народу весело но людей конечно же мало вот так получше конечно здесь людей просто мрак вчера было людей здесь космос сегодня адекватное количество там сразу такси и немного шаверма теперь съемка с рук все те же родовские микрофоны не спеша и я думаю уже лучше да чем днем вот так старый город выглядит ночью все тихо спокойно и освещено по максимуму единственное здесь по правую сторону будут опять же бары клубы дискотеки слышите никаких русских криков потому что молодежь местная отдыхает вот так выглядит минарет в ночи разумеется вместе с мечетью вот он магический авторежим когда ночью съемка лучше чем днем правда а в ночь это место выглядит чуть чуть лучше правда практически ничего не видно кроме того берега и получается пирса на пирсе уже почти никого потому что час ночи даже в час ночи получается продают сувениры вот так довольно красивая улочка вниз и все равно здесь зажигают народ в подпитом состоянии вот здесь днем вам будут упорно предлагать много разного чая энергетически заряженного ну а наверху будет смотровая площадка и бешеное количество кафешек вы видите стекло из под нее и это самое шикарное здесь местную смотровая площадка охрана и виды одна из ладно самых шикарных что видно отсюда подъемник слова он здесь бесплатный стену и немного бухту бухту видно минимально но все равно видно если брать допустим на увеличение то можно потом увидеть еще два получается маячка маленьких почему-то один работает а второй нет может быть этого достаточно и вот он подъемник внизу обычно бешеная очередь на верховую обычно можно без проблем туда попасть и бешеное количество кафешек разумеется ночью минарета с подсветкой улочки с подсветкой много охранников везде потому что проще нанять охрану чем все убирать постоянно ночь главная улица главный памятник и здесь как вы видите освещение не хуже чем днем вот там работают фонтанчики днем народ сидит и очень часто здесь всякие мероприятия особенно политической направленности все это дело огораживается расставляются стульчики и обсуждают на фоне какого нить огромного экрана важны политэкономические вопросы разумеется с очуменной охраной красиво выглядит улица в ночи здесь постоянно курсируют трамваи очень много людей днем ночью практически никого два часа ночи и довольно оживленное как вы видите движение и никаких намеков на то что город спит нет хотя опять же все относительно боткомата кстати работают всегда мучительно долго прямо мучительно и я не видел чтобы было на все модуль только поедание карточек в центре города немного таких подобных скверов но если они есть люди очень многие здесь обычно спят ну и вот там видите на в курилке плюс там чаще всего если обращаешь внимание на этих людей половина во всяком случае приобретает самокруточки разные но спать комфортно ноябрь тепло где-то плюс 18 максимальный комфорт на этом можно и закончить при том что здесь их никто не гоняет кстати если подобное интересно пишем видите я остался жив и даже с камерой вот такие улочки вас ждут если вы будете прогуливаться по старому городу в анталии там вас будет ждать разумеется гора которую не особо здесь правда видно очень странно при том что вас не видно гору с этой оптикой и здесь ночью работают бары это фактически наверно сама одна из самых тихих улочек не такие космические цены не такая вкусная бы сказал вида как правильно говорят особо нужно беспокоиться в первую очередь о том чтобы вы приобретали любые виды коктейлей без льда потому что воду очень часто используют проточную она здесь плохая будут работать микрофон родовские здесь у нас разумеется бар и со выкручиваю на 20000 и потихонечку выхожу на улочку ставили со на 3200 в чем особенность этого места разумеется в ноябре декабре и остальных брях январе феврале и марте здесь почти никого нет но это только днем ночью здесь космос людей все с удовольствием гуляют тусят потому что отдыхает не только туристический комплекс но и собственно молодежь проживающие здесь а молодежи здесь и городах рядом более чем хватает все максимально скользко то есть если вы будете гулять я бы на вашем месте однозначно следил бы за тем чтобы обувь была с хорошей подошвой здесь также можно остановиться каких-нибудь гостиницах при том здесь еще не самое скользкое место самое скользкое место будет дальше по большому счету из того что здесь можно наблюдать это если дальше плыть ехать правильно в кимер который огорожен скалами можно наблюдать скалу форме черепахи а здесь можно посмотреть на водопад и все его в принципе в ролик вставлю ничего супер фееричного нет такие строения с возводят в старом городе такие улочки и по большому счету один раз наверно стоит пройтись прогуляться но опять же чем турция славится был и в стамбуле в стамбуле по мне намного грязнее вот хотя там есть опять же если вы посмотрите на лайв канале в обзор чеках различные штуки из разряда музей современного искусства и все остальное довольно веселое здесь же можно посмотреть на бухту сейчас мы к ней с вами благополучно подойдем самое шикарное место сюда месяц схожу и месяц меня радует картинка я думаю вас тоже она порадует вот там стоят прогулочные кораблики и на этих корабликах вы можете проехаться 45 минут либо два часа до водопадов либо 6 часов с плаванием в лагуне веселее всего разумеется ночью когда много огоньков либо днем в солнечную погоду на те же водопады но это относительно недешево то есть получается где-то 1700 рублей с одного человека двухчасовая прогулка разумеется пятичасовая и того дороже а вот там горы горы великого и ужасного кемера там намного комфортнее климат меньше ветра и даже при плюс 52 55 ощущается более чем комфортно миссии этой съемки наверно в первую очередь для того чтобы вы примерно ощутили насколько все-таки здесь все странно почему потому что был я в баку там очень похожие города старенькие и вот здесь старый город он он менее облагорожен за ним меньше следят и он больше настроен наверно на увеселительные заведения смешно сказать но мощение что он до него слегка подзабили местные ну опять же смотря как смотреть то есть такие вещи допустим с этой стеной разумеется здесь все рестораны цены адекватные готовят довольно вкусно порции довольно большие и в районе тысячи рублей всегда можно поесть до отвала если чуть-чуть то есть эти с 5 сотен хватит вот такие штуки здесь постоянно катаются минус что еще и катаются машиной и самый большой минус это когда ты идешь и позади тебя пролетает самокат довольно частые случаи что проезжаю что-то хватают но лично я не видел за месяц и в принципе в чатах видел на два раза что кто-то где-то выдергивал опять же это были в основном айфоны логично что они здесь на запчасти потом продаются и помимо этого наверно все никаких особо лютых травм не было очень часто сами полицейские здесь много проверяют документы и проверяют по базам поиски человек или нет а так да в основном это возможности fx3 такие сейчас я захожу чуть с другой стороны к этой лагуне разумеется мы спустимся разумеется покажу что здесь и как но по большому счету там можно посмотреть как раз в экскурсиях это замок в который нужно ехать чуть ли не три часа здесь есть но если бы были в греции если вы опять же были в каком баку в азербайджане армении здесь плюс-минус архитектура одинаково по мне опять же и все безумно красиво за счет в первую очередь цветов света и климата когда зелено всегда красиво согласитесь вот так сел и спокойненько книжечку читая и кайфу и это сейчас еще прохладный день а в дни когда у вас есть возможность еще и по загорать то прелесть всего этого окружающего становится в разы серьезнее сейчас со стороны кафе я захожу к бухте подхожу получается что с той стороны сначала подходил можно еще там подойти вот там бесплатный подъемник и там очень много людей вечером встречают рассвет но скорее всего они не часто встречают потому что я туда через день хожу и вижу все время разных скажем так чаще всего путешественники много рыбы там ловят здесь часто продают стоят меди они идут с рисом сразу изготовлены я пробовал у меня ничего не случилось со мной вот так даже без стабилизатора в принципе с одной руки можно снимать на этот фотик но разумеется особо разумности нет и конечно же такая оптика и все остальное она подразумевает что-либо вы будете снимать на штативе либо будете снимать и без штатива но с каменными руками по большому счету вот такое вот начало для busty слегка странно но во всяком случае начало